Часть вторая. В союзе с Ордой. Глава первая. Рождение Монгольской империи. Великая степь. 13 век, без сомнения, является наиболее сложным столетием русской истории. Ни одна другая эпоха не породила исторических мифов больше, нежели последний век существования Киевской Руси. Тому имеются резкие причины. Этногенез Руси, как мы уже говорили, в 13 веке вступил в фазу обскурации. Если бы дело ограничилось ненарушенным развитием этнической системы, то мы в данном случае фиксировали бы лишь грозное нарастание разрушительных тенденций, которые начали проявлять себя уже во второй половине 12 века. Однако этногенез Киевской Руси оказался усложнен этническими контактами с представителями совершенно иных суперэтносов – монгольского улуса и христианского мира. История Западной Европы 13 века описана даже слишком подробно, чего не скажешь об истории монгольского улуса. Однако без экскурса в историю монголов нам неминуемо останутся непонятными русские коллизии не только 13, но и последующих веков. Поэтому, оставив на время Европу, перенесемся далеко на восток и познакомимся с народом, сыгравшим решающую роль в истории Евразии 13-15 веков. Посреди Евразийского континента тянется Великая Степь, ограниченная с севера – с сибирской тайгой, а с юга – горными системами. Она четко делится Алтаем, Сауром, Тарбагатаем и западным Тяньшанем на две непохожие друг на друга части. Восточная часть Великой Степи называется Внутренней Азией. В ней расположены Монголия, Джунгария и Восточный Туркестан. От Сибири Внутреннюю Азию отделяют Саяны и хребты Хамар-Дабан и Яблоновый. От Тибета – Кунь-Лунь и Нань-Шань, а от Китая – Великая Китайская Стена, точно соответствующая границе между Сухой Степью и субтропиками на севере страны. Западная часть Великой Степи включает не только нынешний Казахстан, но и степи при Черноморье. В отдельные периоды Великая Степь охватывала даже часть территории Венгрии, так называемую Пушту. С точки зрения географии, вся Великая Степь представляет собой единый, четко очерченный регион, хотя климатические различия двух ее частей весьма заметны. Атмосферные токи, несущие дождевые или снежные тучи, имеют свои законы движения. Циклоны с Атлантики доносят влагу только до горного барьера, отделяющего Восточную Степь от Западной. А над Монголией постоянно стоит огромный антициклон. Его воздух сух и прозрачен, через него легко проходят солнечные лучи, нагревающие поверхность земли. Зимой здесь выпадает малость снега, и травоядные животные могут, разгребая его, добывать корм, сухую траву. Весной раскаленная почва разогревает нижние слои воздуха, и те поднимаются вверх. В освободившееся приземное пространство на севере вторгается сухой воздух из Сибири, а на юге – влажный из Тихого океана. Этой влаги достаточно, чтобы степь зазеленела и обеспечила копытных животных кормом на весь год. А там, где сыт скот, процветают и люди. Вот почему именно на востоке Великой Степи сложились благоприятные условия для создания могучих кочевых держав – хуннов, тюрок и монголов. На западе же степи толщина снежного покрова превышает 30 сантиметров. Более того, во время оттепелей снег часто образует очень прочный наст, и тогда скот гибнет от бескорницы. В связи с этим скотоводы вынуждены летом гонять скот на горные падбища, джей-ляу, а на зиму – заготавливать сено. Вспомним, что обитавшие в притче на море половцы имели постоянные зимовья, и потому находились в зависимости от древнерусских князей, ибо скованные в передвижении они не могли уклониться от ударов регулярных войск. Поэтому в западной части Великой Степи сложились иной быт людей и иные условия для обретения степняками независимости, нежели в восточной. Но в мире нет ничего постоянного. Циклоны и муссоны иногда изменяют направление своего движения и проходят не над степью, а над тайгой или даже тундрой. Тогда недостаток влаги расширяет пустыни Гоби и бег поотдала, оттесняет растения и животных на север, к Сибири и на юг, к Китаю. Вслед за травой, необходимой для скота и животными, на которых охотятся, уходят и люди, обитатели Великой Степи. Именно в такие эпохи усыхания Великой Степи становились неизбежными контакты кочевников и оседлого населения Китая. Китайские хронисты, описывая народы, обитавшие к северу от Китая, в Великой Степи, называли всех степняков одним именем – татары. Подобно тому, как мы, говоря европейцы, называем этим словом и шведов, и испанцев. Однако на самом деле этноним татары был названием лишь одного из многочисленных степных племен. Сами татары делились на три веки – белые, черные и дикие. Белые татары – онгуты – жили вдоль границы Великой Степи и подчинялись Манчжурской империи Кинь. Они охраняли страну, получая за это плату. Поэтому у них были шелковые одежды для жен, фарфоровая посуда и другая иноземная утварь. Черные татары занимали открытую степь к северу от пустыни Гоби и подчинялись своим ханам, презирая белых татар, которые продали свою свободу и независимость за тряпки и чашечки. Сами они пасли скот, который кормил их, одевал, так как ходили они в одеждах из шкур, ныне называемых дубленками. Однако черные татары вызывали не меньшее презрение у диких, занимавших территорию еще севернее. У диких татар отсутствовали даже зачатки государственности, поскольку подчинялись они лишь старшим в роду, а если подчинение становилось в тягость, младшие всегда могли отделиться. Хозяйство диких татар основывалось на охоте и рыболовстве, так как больше всего на свете они ценили свою волю. Для девушки из числа диких татар выйти замуж за черного татарина, который будет ее заставлять доить коров или пасти овец, считалось унизительным наказанием. Как мы видим, у степняков различных племен стереотипы поведения были разные. Отношение к власти, к родству, природе – все различало – белых, черных и диких татар между собой. Одним из небольших народов Великой степи были монголы, обитавшие в пограничье черных и диких татар в восточном Забайкалье. Своими прародителями монголы считали Борте-Чино – серого волка, и Алан-Гоа – пятнистую лань. В XI-XII веках в лесостепных урочищах к северу от реки Анон обитали несколько монгольских родов, в состав которых вошли окрестные аборигены. По рекам Селинги и Толи в центральной части Монголии кочевал народ кераиты. Кераиты управлялись ханами, уважаемыми людьми, которые получали соответствующие должности в зависимости от своей популярности в народе. Жили кераиты не семейными общинами из двух-трех юрт – аилами, а куренями, когда множество юрт ставилось вместе, окружалось телегами и охранялось воинами, ибо кераиты боялись нападений. Они, в отличие от соседних народов, в 1009 году приняли христианство нестырианского толка и с тех пор стали очень набожным народом. К западу от кочевий кераитов, в предгорьях Алтая, обитал народ найманы. Монгольское слово найма значит «восемь», именно столько родов имело своих племеней. Найманы были потомками киданий, вытесненных джурдженами, манжурами, с прежних становищ. Берега Байкала, к востоку от нынешних Иркутска и Верхнеудинска, занимало храброе и воинственное племя меркитов. А в Саяно-Алтае расселились племена ойратов. Все племена Великой степи часто враждовали между собой, но конфликты носили характер пограничных стычек. Жизнь кочевников была обеспеченной, но трудной, а главное – бесперспективной. Все высшие должности можно было занять только по праву рождения, которое определялось очень сложно, и случалось так, что двухлетний ребенок получал право стать ханом, иметь звание Ноййона, князя, а мудрый старец или могучий богатый такой возможности не имел. Но так бы и жили степники привычной жизнью, проводя ее среди родной природы, в повседневных трудах и стычках с соседями, если бы прошедший по широте Байкала пассионарный толчок XI века не вызвал вспышку этногенеза двух враждовавших народов – монголов и джорджений. Среди степников уже к концу XI века стало заметно появление людей с нетрадиционным поведением. Храбрые молодые люди, способные к активной деятельности и стремившиеся получить награду за свои подвиги в походах и войнах, оказывались обделены теми, кто был выше по происхождению, но значительно уступал им по способностям. И вот эти люди с новыми взглядами уходили из своих куреней в леса и горы. Жили они или охотой, или кражей овец и лошадей у своих соседей. Соседи, конечно, устраивали облавы и истребляли нарушителей традиций, но число людей, покидавших свои становища, все увеличивалось, и назывались они «люди длинной воли». Параллельно монгольскому шел и джуджейнский пассионарный подъем, приведший к покорению манчжурами царство Киданий в Северном Китае. Надо сказать, что монголы и манчжуры традиционно враждовали, что проявлялось в форме набегов, открытых столкновений и т.д. Но с ростом энергетических потенциалов этих народов характер противостояния изменился. Известно следующее легендарное обоснование ужесточения монголо-манчжурской вражды. Якобы какой-то гадатель предсказал джудженскому богдо-хану, императору Северного Китая, что его народ погубит именно кочевники-монголы. Император решил предупредить усиление монголов и стал ежегодно посылать на их становища военные отряды, которые истребляли мужчин, хватали женщин и детей, приводили их в Китай и продавали в рабство. Китайцы покупали пленников для работы на плантациях. Некоторым монголам удавалось сбежать, естественно, что они помнили нанесенные им обиды и мщение проникло в их мозг и кровь. Когда постоянные набеги манчжуров приняли устрашающий характер, монголы осознали необходимость объединения. Их племена организовались и избрали хана. Первый монгольский хан, проявивший себя как значительный государь, носил имя Хабул. Хабул-хан правил в 30-40-х годах XII века и сумел остановить натиск манчжуров. В то время, когда китайцы, потерпев сокрушительное поражение от Джурджений, были вынуждены уступить им большие территории, монголы разбили Джурджений и заставили их оттянуть войска от монгольских рубежей. Однако вскоре после смерти Хабул-хана, 1149 год, племенной союз монголов распался, так как обыватели, составлявшие большинство, не мыслили себя подчиненными людям длинной воли и оказывали им очень слабую поддержку. Обыватели предпочитали по-прежнему кочевать. Аилами на севере, где было безопасно, и куренями на юге, где им угрожали татары и Джурджений. Манчжурская империя, напротив, чрезвычайно усилилась в этот период. Джурджений в борьбе со степняками пользовались хитрым и очень жестоким способом борьбы, а не выкрадывали талантливых монгольских вождей и предавали мучительной смерти, приколачивали гвоздями к деревянному ослу и выставляли под южное солнце. Человек умирал довольно быстро, но в ужасных мучениях. В эти же годы в племени Кераитов продолжались разногласия. Законный наследник по имени Тогрул был выдан врагами его отца Меркитом. Отец высвободил его, но Тогрула схватили татары. Он убежал от татар и взял принадлежавшую ему власть, но оппозиция в Орде Кераитов была очень сильна, потому что могущественные родственники молодого хана, опираясь на свои курини, всячески мешали объединению. Тогрулу приходилось то и дело убегать из своей страны. При этом найманы, жившие на самом западе Монголии, вступили в союз с Кераитской оппозицией и с манжурами. Казалось, народы Великой Степи никогда не смогут объединить свои силы для защиты от врага. Будущее степняков представлялось самым мрачным. Юность Чингиса В середине XII века после гибели нескольких монгольских ханов оборону монголов от Джурджини и их союзников татар возглавил потомок Хабулхана Ясугей Богатур. Богатур значит богатырь. Человек храбрый и решительный, Ясугей Богатур был не ханом, а главой рода Борджигинов, который обитал в районе к северу от современной российско-монгольской границы, там, где сейчас расположен город Нерчинск. Когда-то Ясугей, будучи еще совсем молодым человеком, охотился в степи с соколом и вдруг увидел, что какой-то меркит везет в телеге, запряженной очень хорошей лошадью, девушку исключительной красоты. Ясугей позвал своих братьев, и монголы бросились в погоню за добычей. Увидев преследователей, девушка горько заплакала и сказала меркиту, своему жениху, «Ты видишь этих людей? Они тебя убьют. Брось меня, уезжай, я буду вечно тебя помнить». Потом сняла с себя рубашку и отдала ему на память. Монголы уже приближались. Меркит быстро выпряг коня, ожег его плетью и ушел от погони. А братья запрягли своих лошадей в телегу и, привезя плачущую девушку домой, сказали, «Забудь о своем женихе, наш Ясугей живет без женщины», и выдали ее за Ясугея. Жену Ясугея, имя которой осталось в истории, звали Оэлун. Брат оказался счастливым. В 1162 году Оэлун родила первенца Темуджина, а впоследствии еще трех сыновей Хасара, Хачюнбеки, Темуге и дочь Темулун. От второй жены монголы многоженству разрешали и поощряли Сочи-Хел. У Ясугея родилось еще двое сыновей, Дектер и Бельгутей. Когда Темуджин подрос, ему исполнилось 9 лет, то по монгольскому обычаю он должен был быть помолвлен. Отец договорился о помолвке Темуджина с родителями красивой 10-летней девочки по имени Бор-Те из соседнего племени Хон-Кират и повез сына в становище будущего тести. Оставив Темуджина у Хон-Киратов, чтобы он привык к своей невесте и будущим родственникам, Ясугей отправился в обратный путь. По дороге он увидел нескольких человек, сидевших у огня, которые, как положено в степи, пригласили его разделить трапезу. Ясугей подъехал ближе и лишь тут понял, что это были татары. Бежать было бесполезно, потому что татары погнались бы за ним, а конь Ясугея устал. Гости же у походного костра по степной традиции тронуть не мог никто. У Ясугея не оставалось выбора. Он принял приглашение и, поев, благополучно уехал. Но по дороге Ясугей почувствовал себя плохо и решил, что его отравили. На четвертый день, добравшись домой, он умер, завещав родне отомстить татарам. Трудно сказать, насколько прав был Ясугей в своих подозрениях, но важно другое. Он допускал, что татары могли его отравить, то есть совершить неслыханное до то ли нарушение обычаев степников. Сподвижники отца съездили за Темуджином и привезли мальчика домой. Как старший сын он стал главой рода и тут выяснилось, что вся сила племени заключалась в воле и энергии Ясугея. Своим авторитетом он заставлял людей ходить в походы, защищаться от врага, забывать местнические счеты ради общего дела. Но поскольку Ясугей не был ханом, его влияние кончилось с его смертью. Соплеменники не имели никаких обязательств перед семьей Ясугея и покинули Борджигинов, отогнав весь их скот, по существу обрекая семью Ясугея на голодную смерть, ведь старшему Темуджину было только 9 лет, а остальным и того меньше. Инициаторами такой жестокости стали Тайджиуты, племя, которое было враждебно настроено по отношению к Ясугею. Тогда Оаэлун схватила знамя Ясугея, поскакала за отъезжавшими и пристыдила их, как вам не стыдно бросать семью вашего вождя. Некоторые вернулись, но потом опять ушли, и все трудности воспитания детей и добычи пищи для семьи легли на плечи двух женщин Оаэлун и Сочи Хэл, старший и младший жен Ясугея. Они ловили сурков, чтобы получить хоть какое-нибудь мясо, и собирали дикий чеснок, черемшу. Темуджин ходил к реке и пытался подстрелить таймени. Как все монголы, он умел стрелять сквозь воду, несмотря на то, что вода преломляет свет, искажая изображение, и попасть в цель очень трудно. Даже летом семья жила впроглодь, делая запасы на зиму. Между тем соплеменники, оскорбившие и бросившие семью Исугея, продолжали следить за ней, так как опасались заслуженной мести. По-видимому, им удалось сделать соглядатым старшего сына Сочи Хэл, Бектера. Бектер, почувствовав за собой усилу, начал вести себя пренебрежительно по отношению к детям Оэлун. Темуджин и Хасар не выдержали издевательств сводного брата и застрелили его из лука. К этому времени уже вполне сложились характеры и определились с наклонностью детей Исугея. Хасар был храбрый и сильный парень, отличный стрелок. Темуге стал нежным и послушным сыном, он заботился о матери и мачьи. Хачун Бекки не обладал никакими достоинствами. В Темуджине же и друзья, и враги отмечали выдержку, волю, упорное стремление к цели. Конечно, все эти качества пугали врагов горджигинов, и поэтому тайджуиты напали на юрту семьи Исугея. Темуджин успел убежать в таежную чащу, где, как гласит монгольский источник, не было даже тропинок, по которым сытый змей мог бы проползти. Через девять дней, мучимый голодом, Темуджин был вынужден сдаться. Он вышел в степь, где его схватили и привели в свое становище. За что же на него охотились? Да, очевидно, за убийство Бектера, тайджиутского шпиона. Тайджиуты не убили Темуджина. Таргутай Кирилл Тух, друг Исугея, смог спасти юношу от смерти, но не от наказания. На Темуджина надели колодку, две деревянные доски с отверстием для шеи, которые стягивались между собой. Колодка была мучительным наказанием. Человек не имел возможности сам ни поесть, ни попить, ни даже согнать муху, севшую ему на лицо. К тому же доски приходилось все время держать руками, чтобы они не сдавливали шею. Темуджин внешне сносил все совершенно безропотно. Но однажды во время праздника полнолуния тайджиуты устроили большую попойку и напилис, оставив пленника под охраной какого-то слабого парня, которому архи молочной водки не дали. Темуджин улучил момент, ударил парня колодкой по голове и убежал, придерживая доски руками. Но так далеко не убежишь. Темуджин добрался до берега Анона и лег в воду. Сторож, придя в себя, закричал «Упустил я колодника!» и вся пьяная толпа тайджиутов бросилась искать беглеца. Луна ярко светила, все было видно, как днем. Вдруг Темуджин понял, что над ним стоит человек и смотрит ему в глаза. Это был Сорган Шира из племени Сулдус, который жил в становище тайджиутов и занимался своим ремеслом, делал кумыс. Он сказал Темуджину «Вот зато тебя и не любят, что ты так сметлив. Лежи, не бойся, я тебя не выдам». Сорган Шира вернулся к преследователям и предложил еще раз все обыскать. Легко понять, что пленник обнаружен не был. Яны, Таи, джиутов и хотели спать и решив, что человек в колодке далеко не уйдет, прекратили поиски. Тогда Темуджин выбрался из воды и пошел к своему спасителю. Сорган Шира, увидев, что колодник вползает к нему в юрту, испугался и уже хотел было прогнать Темуджина, но тут запротестовали дети Сорган Шира. «Нет, что ты, отец, когда хищник загонит пташку в чащу, то ведь и чаще ее спасает. Мы не можем его выгнать, раз он гость». Они сняли из Темуджина колодку, изрубили ее и бросили в огонь. У Сорган Ширы оставался только один выход – спасти Темуджина, и потому он дал ему лошадь, лук, две стрелы, но не дал кремня и огниво. Ведь лошади паслись в степи. Лук хранился на верхнем карнизе и двери и юрты, их легко было украсть, а кремень и огниво каждый степняк носил с собой. Если бы Темуджина схватили и нашли у него огниво или кремень Сорган Ширы, семье спасителя ему самому пришлось бы плохо. Темуджин ускакал и через некоторое время нашел свою семью. Борджигины сразу же перекочевали на другое место, и Тайджиуты больше не смогли их обнаружить. Вот это обстоятельство и показывает, что Бектер действительно был доносчиком. После его смерти некому стало сообщать врагам о местах кочевий борджигинов. Затем Темуджин женился на своей нареченной борте. Ее отец сдержал свое слово. Свадьба состоялась. Приданным борте стала роскошная соболь и шуба. Темуджин привез борте домой и драгоценную шубу у нее немедленно изъял. Он понимал, что без поддержки ему не устоять против многочисленных врагов, и потому вскоре направился к самому могущественному из тогдашних степных вождей Ван Хану из племени кераитов. Ван Хан был когда-то другом отца Темуджина. Ему удалось заручиться поддержкой Ван Хана, напомнив об этой дружбе и поднеся роскошный подарок соболью шубу борте. Но не успел счастливый от достигнутого успеха Темуджин вернуться домой, как становище борджигинов подверглась новому нападению. На этот раз напали меркиты, вынудившие семью скрыться на горе Бурхан Халдун. При этом не обошлось без потерь. В плен была захвачена борте и вторая жена Исугея Сочи-Хал. Темуджин, потеряв любимую жену, был в отчаянии, но не в растерянности. Гонцы борджигинов поскакали к его побратиму Джамухи Сочену из племени Джаджират и Кираидскому Ванхану. Объединенное войско возглавил Джамуха, бывший талантливым полководцем. Поздней осенью 1180 года, когда уже выпал первый снежок, воины Джамухи и Темуджина внезапно обрушились на кочевье меркитов, находившиеся к востоку от Байкала. Враги, захваченные врасплох, бежали. Темуджин же хотел найти свою борте и звал ее по имени. Борте услышала и, выбежав из толпы женщин, ухватила за стремя мужниного коня. А Сочи-Хал ушла с похитителями. Похоже, она стала выполнять ту же шпионскую обязанность, что ее сын Бектер, ведь кроме нее некому было сообщить меркитам, где находятся кочевья борджигинов и как можно организовать нападение. В Сочи-Хал не вернулась. И напрасно ее сын добродушный Бельгутей, который очень любил свою мать, требовал от меркитов, чтобы ему ее возвратили. Надо сказать, что хотя Бельгутей был сыном предательницы и братом предателя, Темуджин, зная, что сам Бельгутей человек чистосердечный, ценил его, любил и всегда видел в нем своего ближайшего родственника. Это, конечно, совсем неплохо характеризует человека, из которого историки пытались сделать чудовище. Читая написанное современниками от Темуджини, необходимо помнить, что писали о нем люди крайне дурно к нему настроены. А ведь даже дьявол и близ в мусульманской поэзии говорит, меня рисуют в банях таким безобразным, потому что кисть в ладони моего врага. Поход на мир китов сильно повысил авторитет и известность Темуджина, но не среди всех обитателей степи, а среди их пассионарной части людей длинной воли. Одинокие богатыри увидели, что имеет смысл поддержать инициативного сына Ясугея, даже рискуя жизнью. И начался процесс, который сами того не подозревая, спровоцировали Кираицкий хан и Джаджирадский вождь. Вокруг Темуджина стали собираться степные удальцы. Они-то в 1182 году и избрали его ханом с титулом Чингис. Само слово Чингис непонятно. Банзаров, бурятский исследователь, считает, что это имя одного из шаманских духов. Другие полагают, что титул произошел от слова Чингиху обнимать. Следовательно, Чингис титул человека, имевшего всю полноту власти. Как бы там ни было, у монголов установилась новая система правления. Назвать ее принцип монархическим довольно трудно, потому что хан был отнюдь не самодержавен, а напротив, не мог не считаться сноионными главами примкнувших к нему племен и со своими богатырями. Таким образом, войско надежно ограничивало волю хана. Государственным устройством не предусматривалось и право наследования, хотя впоследствии каждый новый хан избирался только из потомков Чингиса. Но это было не законом, а выражением воли самих монголов. Уважая Чингис хана, его заслуги перед народом, они не видели оснований отказывать в наследовании престола его потомкам. Кроме того, монголы верили во врожденный характер человеческих достоинств и недостатков. Так, склонность к предательству считалась столь же неотторжимым атрибутом наследственности, как цвет глаз или волос, и потому предателей истребляли беспощадно вместе с их родственниками. Избрание ханам стало неожиданностью для Темуджина. Все другие претенденты на престол из числа потомков Хабул-хана просто отказались от этой обременительной должности. Весть об избрании Темуджина ханам по-разному была встречена в степи. Ван хан был очень доволен таким оборотом дела, а вождь Джааджиратов Джамуха воспринял весть о возвышении своего побратима с раздражением. Как на грех при попытке отогнать из владения Чингиса Табун оказался убитым брат Джамухи Тайчар. Под предлогом мести Джамуха с тридцатитысячным войском двинулся на Чингиса. Не достигнув решающего успеха в разгроме врага, вождь Джаджиратов ограничился жестокой расправой с пленными и отступил. Проявление непривычной для степняков жестокости лишило Джамуху популярности. Два наиболее крупных и боеспособных племени Уруты и Мангуты откочевали к Чингису. На Перу в честь избавления от Джамухи брат Чингисхана Бельгутей поймал вора, укравшего узду и поводок с конвизи. Богатырь Бури-Боко из племени Джурки Юрки вступился за вора. Произошла драка, закончившаяся для Джурки плачевно. Когда Чингис выступил в очередной поход против татар, Джурки памяту и оссори не пришли на помощь своим, а двинулись на беззащитные монгольские юрты, ограбили и убили десяток немощных стариков. Вернувшийся из похода Чингис решил наказать племя Джурки и разгромил их качеве. Вожди племени были казнены, а уцелевшие воины включены в войско монгольского хана. Детали происшедшего в дальнейшем 1185-1197 годы точно неизвестны, но лакуна в исторических знаниях вполне может быть заполнена при помощи сведений содержательной книги Мэн-да-Бэйлу «Тайная история монголов». Мэн-да-Бэйлу сообщает, что Тэму-джин был захвачен в плен манжурами и 11 лет провел в темнице. Потом он каким-то образом спасся и вернулся в степь. Теперь Чингису пришлось все начинать заново. Из 13 тысяч всадников осталось менее трех трех монголы не только потеряли все те преимущества, которые приобрели за время правления Чингисхана, но и перессорились друг с другом. Даже Хасар бросил своего брата и пошел служить хану Кираитов. Но уже в 1198 году Тэму-джин опять стоял во главе мощной орды. Что позволило ему так быстро вернуть утраченное? Вероятно, снова сказалось увеличение пассионарности монголов. Число людей длинной воли росло. Росло и их желание устроить жизнь по-своему. Следовательно, им по-прежнему был необходим вождь, который приказывал бы им делать то, что они хотели выполнять. Ведь соперники Чингиса, родовитые Нойоны, Алтан, Хучар, Сечебики, мечтали о старом порядке, основанном на произволе, праве на безобразие, отсутствии верности обязательствам. Сторонники же Чингиса желали твердого порядка, гарантии взаимовыручки и уважения своих прав. Прекрасно поняв чаяние своих последователей, Чингис Хан сформулировал новый свод законов – великую Ясу. Ясу отнюдь не являлась модификацией обычного права, а основывалась на обязательности взаимопомощи, единой для всех дисциплине и осуждении предательства без каких-либо компромиссов. Таким образом, Яса Чингис Хана по сути дела явилась регламентацией тех новых стереотипов поведения, которые отстаивали люди длинной воли. Ничего подобного не знала монгольская практика. Так по великой Ясе каждого предателя, то есть человека, обманувшего, доверившегося ему, предавали смертной казни. Простым людям отрубали голову, а людям высокого происхождения ломали позвоночник так, чтобы кровь оставалась в теле убитого. В этом случае, по монгольскому поверью, убитый мог возродиться к новой жизни. Если же кровь вытекала на землю, человек терял не только жизнь, но и душу. Точно так же смертная казнь полагалась и за неоказание помощи боевому товарищу. Например, встретив любого соплеменника в пустыне, каждый монгол был обязан предложить ему попить и поесть. Ведь путник, который не имел возможности подкрепить силы, мог умереть, и тогда на нарушившего закон падало обвинение в убийстве. Если кто-то из воинов терял лук или колчан со стрелами, то ехавший сзади должен был поднять и вернуть ему оружие. Нарушение этого правила также приравнивалось к неоказанию помощи и влекло за собой смертную казнь. Кара смертью была воздаянием из-за убийства, блуд мужчины, неверной жены, кражу, грабеж, скупку краденого, сокрытие беглого раба, чародейство, направленное во вред ближнему, троекратное невозвращение долга. За менее тяжкие преступления полагала ссылка в Сибирь или наказание штрафом. ЕСА, неслыханное нарушение племенных обычаев, ознаменовало конец скрытого инкубационного периода монгольского этногенеза и переход к явному периоду фазы подъема с новым императивом «Будь тем, кем ты должен быть». Законодательно закрепленный принцип взаимовыручки дал пассионарному субэтносу сторонников Чингиса возможность координировать свои усилия. Однако большая часть монголов упорно предпочитала привычные формы родового быта, а не жизнь военнерды. Врагами монголов Чингиса по-прежнему были и Меркиты, и Найманы, и Татары, и Джурджени, и Уайраты, а единственный союзник Кираиты во главе с Ван Ханом надежностью не отличались. Люди длинной воли, как и раньше, должны были защищаться, чтобы жить. Но теперь возросшая пассионарность диктовала им стремление к победам, ибо в те времена только победа над врагами была способна избавить народ от постоянной угрозы. И войны за победу начались. Выход монголов на арену мировой военно-политической истории стал переломным моментом существования всего евразийского континента. За право на жизнь В самом начале XIII века в 1202-1203 годах, которые были переломными для всей ситуации в степи, монголы разбили сначала меркитов, а затем и кираитов. Дело в том, что кираиты разделились на сторонников Чингисхана и его противников. Противников Чингисхана возглавил сын Ван Хана, законный наследник престола Нилха. У кираитов христиан нестрианского толка это имя соответствовало имени Илья. У Нилхи были основания ненавидеть Чингисхана. Еще в то время, когда Ван Хан был союзником Чингиса, вождь кираитов, видя неоспоримые таланты последнего, хотел передать ему кираитский престол, минуя собственного сына. Столкновение этой части кираитов с монголами произошло еще при жизни Ван Хана. И хотя кираиты имели численное превосходство, монголы разбили их, благодаря тому, что проявили исключительную мобильность и захватили противников врасплох. В столкновении с кираитами в полной мере проявился характер Чингисхана. Когда Ван Хан и его сын Нил Ха бежали с поля боя, один из их нойонов с небольшим отрядом задерживал монголов, спасая своих вождей от плена. Этого нойона схватили, привели предочи Чингиса, и тот спросил, «Зачем же ты, Нойон, видя положение своих войск, сам не ушел? У тебя же были и время, и возможности». Тот ответил, «Я служил своему хану и дал возможность ему убежать, а моя голова для тебя, о победитель». Чингисхан сказал, «Надо, чтобы все подражали этому человеку. Смотрите, как он смел, верен, доблестен. Я не могу тебя убить, Нойон, я предлагаю тебе место в своем войске». Нойон стал тысячником и, конечно, верно служил Чингисхану, потому что Кираитская орда распалась. Сам Ванхан нелепо погиб при попытке бежать к Найманам. Их стражники на границе, увидев Кираита, недолго думая, убили его, а отрубленную голову старика поднесли своему хану. В 1204 году произошло неизбежное столкновение монголов Чингисхана и могущественного найманского ханства орды со смешанным населением, состоявшим из монголов найманов и примкнувших к ним тюрок. И вновь одержали победу монголы Чингиса. Хан Найманов погиб, а его сын Кучлук Гушлук убежал к своим соплеменникам кора Китаем. Побежденные, как обычно, были включены в состав орды Чингиса. Восточные степи больше не нашлось племен, способных активно сопротивляться новому порядку. И в 1206 году на великом Курултае Чингисхан был вновь избран ханом, но уже всей Монголии. Так родилось общее монгольское государство. Единственным враждебным ему племенем оставались старинные враги борджигинов Меркиты, но и те к 1208 году оказались вытесненными в долину реки Иргиз. Растущая пассионарность орды Чингисхана позволила ей довольно легко и плодотворно ассимилировать разные племена и народы. Ибо в соответствии с монгольскими стереотипами поведения хан мог и должен был требовать покорности, повиновения приказу, выполнения обязанностей, но требовать от человека отказа от его веры или обычаев считалось делом не только глупым, но и аморальным. За индивидом оставалось право на собственный выбор. Подобное устроение привлекало многих. В 1209 году независимое государство уйгуров прислало к Чингисхану послов с просьбой принять их в состав его вуза. Просьбу, естественно, удовлетворили, и Чингисхан дал уйгурам огромные торговые привилегии. Через уйгурию шел караванный путь, и уйгуры, оказавшись в составе монгольского государства, разбогатели за счет того, что по высоким ценам продавали воду, фрукты, мясо и удовольствие изголодавшим сакраванщикам. Добровольное соединение уйгурии с Монголией оказалось полезным и для монголов. Во-первых, степняки, не имея собственной письменности, заимствовали уйгурскую. Интересно, что первым громотеем в Улусе стал татарин по происхождению мальчик-сирота Шихи Хутуху, воспитанный матерью хана Оэлун. Во-вторых, с присоединением уйгурии монголы вышли за границы своего этнического ареала и соприкоснулись с иными народами Ойкумены. В 1210 году грянула тяжелая война с джудженями. Монгольское войско возглавляли Чингисхан, его сыновья Джучи, Чагатай, Угедей и полководец Джебе. Джудженьские полководцы талантами не уступали монгольским, но не имели войск подобных войскам Чингисхана. Джуджени терпели поражение, но боролись упорно. Война продолжалась очень долго и закончилась только в 1234 году, уже после смерти Чингисхана, взятием последних твердынь империи Кинь, Кайфына и Цайджоу. В Кайфыне отчаянно сопротивлявшиеся Джуджени просто умирали от голода. Они настолько ослабели, что не могли держать в руках оружие. Когда же им предложили сдаться, то воины сказали, пока в крепости есть мыши, мы их ловим и едим, а если их не будет, то у нас есть жены и дети, мы будем есть их, но не сдадимся. Такова была джуджейнская пассионарность, ничем не уступавшая монгольской. В 1216 году на реке Иргиз монголы наголову разбили остатки меркитов, но сами подверглись нападению хорезмийцев. О хорезме необходимо сказать подробнее. Хорезм оказался самым мощным из государств, возникших в 12 веке при ослаблении державы сельджукидов. Держава сельджукидов государство, созданное туркменами сельджуками в 11 веке на территории Хорасана, Персии, Курдистана, Армении, Малой Азии. Властители хорезма и знаместников правителей Ургенча превратились в независимых государей и приняли титул хорезмшахов. Они оказались энергичными, предприимчивыми и воинственными правителями. Это позволило хорезмшахам завоевать большую часть Средней Азии, а они покорили даже Южный Афганистан, соединив тем самым под своей властью Иран и Маверан-Нахр. Маверан-Нахр арабское название между речью Амударьи и Сырдарьи. Хорезмшахи создали огромное государство, в котором основную военную силу составляли тюрки из прилегавших степей, канглы, печенеги и корлуки. Но это государство оказалось непрочным, несмотря на обилие материальных богатств, храбрых воинов и опытных улемов, служивших дипломатами. Режим военной диктатуры опирался на чуждые местному населению племена, имевшие иной язык, другие нравы и обычаи. Нельзя сказать, что различны были и религии, так как представление о религии у солдат тюрок было крайне аморфное. Но безобразничать наемники умели. Они вызвали недовольство жителей Самарканда, Бухары, Мерва, словом, целого ряда среднеазиатских городов, где население не смогло вынести произвола гулямов. Восстание в Самарканде, например, привело к тому, что тюркский гарнизон был уничтожен, причем тюрок местные жители рвали на части. Естественно, за этим последовала карательная операция харазмийцев, которые подавили восстание и жесточайшим образом расправились с населением Самарканда. Также пострадали другие крупные и богатые города Средней Азии. В этой обстановке харазмшах Мухаммед решил подтвердить свой титул Гази, победитель неверных, и прославиться очередной победы над ними. Случай представился ему в том самом 1216 году, когда монголы, воюя с меркитами, дошли до Иргиза. Узнав о приходе монголов, Мухаммед послал против них войско, только из-за того, что степняки не верили в Аллах. Харазмийское войско обрушилось на монголов, но они в арьергардном бою сами перешли в наступление и сильно потрепали харазмийцев. Только атака левого крыла, которым командовал сын Харазмшаха, талантливый полководец Джаля-Ля-Дин, выправило положение. После этого харазмийцы отошли, а монголы вернулись домой. Воевать с харазмом они не собирались. Напротив, Чингисхан всеми силами хотел наладить отношения с харазмшахом. Ведь через Среднюю Азию шел великий караванный путь и все владетели земель, по которым он пролегал, богатели за счет пошлин, выплачиваемых купцами. Купцы охотно платили любые пошлины, потому что расходы они неизменно перекладывали на потребителей, сами при этом ничего не теряя. Желая сохранить все преимущества, связанные с крованным путем, монголы стремились к покою и миру на своих рубежах. Празность вер, по их мнению, повода к войне не давала и оправдать кровопролитие не могла. Вероятно, и сам Хоразмшах понимал эпизодичность столкновения на Иргизе. В 1218 году Мухаммед направил в Монголию торговый караван. Мир был восстановлен, тем более, что монголам было не до Хоразма. Чуть раньше Найманский царевич Кучлук начал новую войну с монголами, опираясь на силу своих соплеменников Каракитаев. Кучлук потерпел поражение, однако погубила царевич и невоенная слабость. Его сил было достаточно, чтобы бороться против немногочисленного корпуса, посланного Чингисханом. Но Кучлук принял новую веру, подробностей о которой в источниках нет. Во всяком случае это верование не относилось ни к исламу, ни к христианству, ни к буддизму, а представляло собой некий неизвестный культ. Точно известно другое, все население отказало Кучлуку в повиновении. Он бежал, героически защищаясь, отступил до самого Памира, там был настигнут монголами и убит, а население каракитайского ханства целиком и с охотой подчинилось Чингисхану. Вторично монголо-хоразмийские отношения были нарушены тюркскими сардарами, офицерами и самим Хоразмшахом, одобрившим их самоуправство. В 1219 году к городу Отрару, владению Хоразмшаха, подошел богатый караван, следовавший земель Чингисхана. Караван остановился на берегу Сырдарьи, а купцы пошли в город купить на базаре припасов и вымыться в баню. Торговцам встретились двое знакомых, и один из встреченных донес правителю города, что купцы эти шпионы. Тот сразу сообразил, что есть прекрасный повод ограбить путников. Купцов перебили и имущество конфисковали, половину награбленного правителю Трара отослал в Хорезм, и Мухаммед принял добычу, а значит разделил ответственность за содеянную. Чингисхан направил послов, чтобы выяснить, из-за чего произошел такой странный инцидент. Мухаммед разгневался, увидя неверных, и велел часть послов убить, а часть, раздев до нога, выгнать на верную смерть в степь. Двое или трое монголов все-таки добрались домой и рассказали о случившемся. Гнев Чингисхана не имел пределов. С точки зрения монгола произошли самые страшные преступления, обман доверившихся и убийство гостей. Согласно великой Есе, Чингисхан не мог оставить неотмщенными ни тех купцов, которых убили в Атраре, ни тех послов, которых оскорбил и убил Хоразмшах. Хан должен был воевать, иначе соплеменники просто отказали ему в доверии. В Средней Азии Хоразмшах имел в своем распоряжении 400-тысячное регулярное войско, а у монголов, как установил наш знаменитый востоковед Бартальд, было всего 200 тысяч ополченцев. Чингисхан потребовал военной помощи от всех союзников. Пришли воины от тюрков и каракитаев. Уйгуры прислали отряд в 5000 человек. Только тангутский посол дерзко ответил, если у тебя не хватает войска, не воюй. Чингисхан счел ответ оскорблением и сказал, только мертвым я смог бы снести такую обиду. Итак, Чингисхан бросил на Хорезм собранные монгольские, уйгурские, тюркские и каракитайские войска. Хорезм Шах же, поссоривший со своей матерью Туркан Хатун, не доверял военачальникам, связанным с нею родством. Он боялся собрать их в кулак, для того, чтобы отразить натиск монголов, и рассеял армию по гарнизону. Лучшими полководцами Шаха были его собственный нелюбимый сын Джаля-ляд-Дин и комендант крепости Ходжент Тимур-Мелик. Монголы брали крепости одно за другой, а в Ходженте, даже взяв крепость, они не смогли пленить гарнизон. Тимур-Мелик посадил своих воинов на плоты и по широкой сардарье ушел от преследования. Разрозненные гарнизоны не могли сдержать наступление войск Чингисхана. Вскоре все крупные города султаната Самарканд, Бухара, Мерв, Герат были захвачены монголами. По поводу взятия монголами среднеазиатских городов существует вполне устоявшаяся версия «дикие кочевники разрушили культурные оазисы земледельческих народов». Эта версия построена на легендах, создававшихся придворными мусульманскими историографами. Например, о падении Герата исламские историки сообщали как о бедствии, при котором в городе было истреблено все население, кроме нескольких мужчин, сумевших спастись в мечети. Они прятались там, боясь выйти на улицы, заваленные трупами. Лишь дикие звери бродили по городу и терзали мертвецов. Отсидевшись некоторое время и придя в себя, эти герои отправились в дальние края грабить караваны, чтобы вернуть себе утраченное богатство. Это характерный образчик мифотворчества. Ведь если бы все население большого города было истреблено и лежало трупами на улицах, то внутри города, в частности в мечети, воздух был бы заражен трупным ядом и спрятавшиеся там просто умерли бы. Никакие хищники, кроме шакалов, возле города не обитают, а в город и они проникают очень редко. Измученным людям двинуться грабить караваны за несколько сот километров от Герата было просто невозможно, потому что им пришлось бы идти пешком, неся на себе тяжести, воду и провизию. Такой разбойник, встретив караван, не смог бы его ограбить, поскольку сил хватило бы лишь на то, чтобы попросить воды. Еще забавнее и сведения, сообщаемые историками о Мерве. Монголы взяли его в 1219 году и тоже якобы истребили там всех жителей до последнего человека. Но уже в 1220 году Мерв восстал и монголам пришлось взять город снова. И наконец еще через два года Мерв выставил для борьбы с монголами отряд в 10 тысяч человек. Плоды пылкой фантазии, воспринимаемой буквально, родили злую черную легенду о монгольских зверствах. Если же учитывать степень достоверности источников и задаваться простыми, но необходимыми вопросами, легко отделить историческую правду от литературных вымыслов. Монголы заняли персию почти без боев, вытеснив сына Хоразмшаха Джаля-Лядзина в северную Индию. Сам Мухаммед II Гази, надломленной борьбой и постоянными поражениями, умер в колонии прокаженных на острове в Каспийском море 1221 год. Монголы же заключили мир шиитским населением Ирана. Которые постоянно обижали стоявшие у власти сунниты, в частности багдадский халиф и сам Джаля-Ляддин. Сунниты приверженцы суннизма, одного из двух основных направлений ислама, признают кроме Корана и Сунну книгу предания жизни пророка Мухаммеда. Сунниты считают законную династию Омейяда в Дамаске. В результате шиитское население Персии пострадало значительно меньше, чем сунниты Средней Азии. Как бы то ни было, в 1221 году схемерным образованием государством Харазмшаков было покончено. При одном правителе Мухаммеде Втором Гази это государство и достигло наивысшего могущества и погибло. В результате к империи монголов оказались присоединены Харазм, Северный Иран, Хорасан. В 1226 году пробил час Тангутского государства, которое в решительный момент войны с Харазмом отказало Чингису в помощи. Монголы обоснованно рассматривали этот шаг как предательство, которое в соответствии с Есой требовало отмщения. Ныне территория Тангутского государства, а это степи и плоскогорья, примыкающие к излучине реки Хуанхэ и хребту Наньшань самые настоящие пустыни. Но в 13 веке на этой земле существовала богатая страна с большими городами, золотыми рудниками, регулярной армией и оригинальной культурой. Столицей Тангута был город Джунсин. Его и осадил в 1227 году Чингисхан, разбив в предшествовавших сражениях тангутские войска. Во время осады Джунсина Чингисхан умер. Но монгольские нойоны по приказу своего вождя скрыли его смерть. Крепость была взята, а население злого города, на которое пала коллективная вина за предательство, подверглась экзекуции. Государство Тангутов исчезло, оставив после себя лишь письменные свидетельства былой высокой культуры. Но город уцелел и жил до 1405 года, когда был разрушен китайцами династии Мин. От столицы Тангутов монголы повезли тело своего великого хана в родные степи. Обряд похорон был таков. Вырутую могилу опустили останки Чингисхана вместе с множеством ценных вещей и перебили всех рабов, выполнявших погребальные работы. По обычаю ровно через год требовалось справить поминки, дабы безошибочно найти место погребения, монголы сделали следующее. На могиле принесли в жертву только что взятого от матери маленького верблюжонка. И через год верблюдица сама нашла в безбрежной степи место, где был убит ее детеныш. Заколов эту верблюдицу, монголы совершили положенный обряд поминок, и затем покинули могилу навсегда. И до сих пор никому не известно, где погребен Чингисхан. Наследники Чингисхана В последние годы Чингисхан был крайне озабочен судьбой своей державы. У хана было четыре сына от любимой жены Борте и множество детей от других жен, которые хотя и считались законными детьми, но не имели никаких прав на занятие место отца. Сыновья от Борте весьма различались между собой по склонностям и по характеру. Старший сын Джучи родился вскоре после меркицкого плена Борте, и потому не только злые языки, но и младший брат Чагатай называли его меркицким выродком. Хотя Борте неизменно защищала Джучи, а сам Чингисхан всегда признавал сына своим, тень меркицкого плена матери легла на Джучи бременем подозрений в незакон рожденности. Однажды в присутствии отца Чагатай открыто обозвал Джучи и дело чуть не закончилось дракой братьев. В поведении Джучи имелись некоторые устойчивые стереотипы, сильно отличавшие его от Чингиса. Если для Чингисхана не существовало самого понятия пощады к врагам, он оставлял жизнь лишь маленьким детям, которых усыновляла его мать Оэлун и доблестным богатурам, принимавшим монгольскую службу, то Джучи отличался гуманностью и добротой. Так, во время осады Гурганджа, совершенно измученные войной хоразмийцы, просили принять капитуляцию, то есть, проще говоря, пощадить их. Джучи высказался за проявление милости. Но Чингисхан категорически отверг просьбу о пощаде и в результате гарнизон Гурганджа был частично вырезан, а сам город затоплен водами Амударьи. К сожалению, непонимание между отцом и старшим сыном, постоянно подогреваемое интригами и наговорами родственников, со временем углубилось и перешло в недоверие государя своему наследнику. Чингисхан заподозрил, что Джучи хочет приобрести популярность среди завоеванных народов и отделиться от Монголии. Вряд ли это было так, но факт остается фактом. В начале 1227 года охотившегося в степи Джучи нашли мертвым со сломанным позвоночником. Страшные подробности происшедшего неизвестны, но без сомнения отец был единственным человеком, заинтересованным в смерти Джучи и способным оборвать жизнь ханского сына. В противоположность Джучи второй сын Чингисхана Чагатай был человеком строгим, исполнительным и даже жестоким. Потому он получил должность хранителя Ясы, нечто вроде генерального прокурора или верховного судьи. Чагатай соблюдал закон совершенно неукоснительно и без всякой пощады относился к нарушителям. Третий сын великого хана Угэдэй подобно Джучи отличался добротой и терпимостью к людям. Но самой характерной чертой Угэдэя была страсть к степной охоте и выпивке в компании друзей. Разницу в поведении Угэдэя и Чагатая лучше всего иллюстрирует следующий случай. Однажды в совместной поездке братья увидели у воды мывшегося мусульманина. По мусульманскому обычаю каждый правоверный обязан был несколько раз в день совершать намаз и ритуальное омовение. Монгольская традиция, напротив, запрещала человеку мыться где-либо в течение всего лета. Монголы полагали, будто мытье в реке или озере вызывает грозу, а гроза в степи очень опасна для путников, и поэтому вызов грозы рассматривался как покушение на жизнь других людей. Ну, хуры дружинники безжалостного законника Чикатая схватили мусульманина. Предвидя кровавую развязку, несчастному грозило отсечение головы, Угадей послал своего человека, чтобы тот велел мусульманину отвечать, что он уронил воду золотой и всего лишь искал его там. Мусульманин так и сказал Чикатаю. Тот велел искать монету, а за это время дружинник Угадея подбросил золотой в воду. Найденную монету вернули законному владельцу. На прощание Угадей, вынув из кармана горсть монет, протянул их спасенному им человеку и сказал «Когда ты в следующий раз уронишь в воду золотой, не лезь за ним, не нарушай закон». Самый младший сын Чингисхана Тулуй родился, как указывает китайская хроника, в 1193 году. Как мы знаем из Мэнда Бэйлу, Чингисхан находился в Джорджейнском плену до 1197 года. На сей раз неверность Борте была вполне очевидна, но Чингисхан и Тулуя признал своим законным сыном, хотя внешне Тулуй не напоминал Борджигина. Всех Борджигинов отличали зеленые или синеватые глаза. Китайские историки называли их стеклянными и светлые с ржаной волосы, а Тулуй имел вполне обычную монгольскую внешность, черные волосы и темные глаза. Из четырех сыновей Чингисхана младший обладал наибольшими талантами и проявлял наибольшее нравственное достоинство. Хороший полководец и незаурядный администратор. Тулуй оставался любящим мужем и отличался благородством. Женился он на дочке погибшего главы кираитов Ванхана, которая была набожной христианкой. Сам Тулуй не имел права принимать христианскую веру, как Чингизид он должен был исповедовать религию предков Бон. Бон древняя тибетская религия ответвления митроизма. Но своей жене сын хана разрешил не только отправлять все христианские обряды в роскошной церковной юрте, но и иметь при себе священников и принимать монахов. Смерть Тулуя можно без всякого преувеличения назвать героической. Когда Огадей заболел, Тулуй добровольно принял сильное шаманское зелье, стремясь привлечь болезнь к себе и умер, спасая своего брата. Все четыре сына имели право наследовать Чингизхан. После устранения Джучи наследник восстал строе, и когда Чингиза не стало, а новый хан еще не был избран, Улусом правил Тулуй. На Курултае 1229 года великим ханом выбрали в соответствии с волей Чингиза мягкого и терпимого Угадея. Угадей, как мы уже упоминали, обладал доброй душой, но доброта государя часто бывает не на пользу государству и подданным. Управление Улусом при нем очень ослабло и осуществлялось в основном благодаря строгости Чигатая до дипломатическому и административному умению Тулуя. Сам великий хан предпочитал государственным заботам кочевки с охотами и пирами в Западной Монголии. Внукам Чингисхана были выделены различные области Улуса или высокие должности. Старший сын Жучи Орда Ичен получил Белую Орду, находившуюся между Иртышом и Хребтом Тарбагатай, район нынешнего Семипалатинска. Второй сын Батый стал владеть Золотой Большой Ордой на Волге. Третьему сыну Шейбани отошлась Синяя Орда, кочевавшая от Тюмени до Орала. При этом трем братьям правителям Улусов было выделено всего по одной-две тысячи монгольских воинов, тогда как общая численность армии монголов достигала 130 тысяч человек. Дети Чиготая тоже получили по тысяче воинов, а потом Китулуя, находясь при дворе, владели всем дедовским и отцовским Улусом. Так у монголов установилась система наследования, называемая Минорат, при которой младший сын получал в наследие все права отца, а старшие братья лишь долю в общем наследстве. У великого хана Угедея был тоже внук Гуюк, претендовавший на наследство. Увеличение клана еще при жизни детей Чингиса вызвало раздел наследства и огромные трудности в управлении Улусом, раскинувшимся на территории от Черного до Желтого моря. В этих трудностях и семейных счетах таили зерна будущих распри, погубивших созданное Чингисханом и его соратниками великое государство. Продолжение следует...